Ребятки, всем привет! Вы на канале Донатик Фэмили. Донатик сегодня опять один, а больничный у меня продолжается. Так, вы не подумайте, я не с целью, чтобы похвастаться, что мой любимый муж мне вчера подарил букет роз. Я просто для красоты положила. Серьезно, я прям безумно нравится расцвет. Кстати, не обращайте внимания, что они желтые, как у нас там принято говорить. Желтые это красотование. Нет. Желтый это мой любимый цвет. То есть такой вот белый цвет, это цвет такой вот нежности, чистоты. А желтый цвет, это прямо мой цвет. Я его безумно обожаю. Поэтому я очень довольна. Поближе покажу. Потому что у меня большая умничка. Сегодня наш утренний мукбанг. Пусть украсит замечательный букет. И мне будет приятно. Я думаю, что и вам тоже приятно посмотреть. Вот, ребята. Я прям, честно, заслуживаю лайк. Не обращайте внимания. Немножечко я заспанная. Ради вас я встала в 6 утра, чтобы заснять этот мукбанг. Чтобы даже не то, что заснять мукбанг. Просто с вами поболтать, пообщаться. У меня уже, знаете, как у наркоманов такая уже идет ломка. День не выложишь видео. И прямо вот что-то не хватает. Как-то вот не хватает ваших сообщений, ваших теплых слов, комментариев. Или просто о чем-нибудь поболтать. Такое-то там свое мнение вы выскажете. То есть очень интересно просто вот действительно вечером лечь, отдыхать. Читать ваши сообщения. Поэтому вот ломка. Реально ломка. Почему встал в 6 утра? Потому что не дадут ничего заснять. Вчера был какой-то адовый день. Тем более, вчера очень хотели мы снять с Денисом вечером мукбанг. Но я настолько за день устала. И тут Денис у меня тоже не совсем в таком приподнятом настроении. Кстати, это... Слазник у меня уже тут есть села. Ребят, вредно. Знаю, вредно. Но хочется. Это наггетсы, вермишель, помидоры, соус. Ну вот прям вот захотелось. Вспомнила наши завтраки в загородном отеле Волга. И прям поняла, что хочу ненавиться. Не всегда у меня такие вредные завтраки. Но вот сегодня прям захотелось ей что-то быстренько сделать. Вот. Ой, не знаю, ребят. Понятное дело, что всегда в эфиры, в мукбанке снимаешь когда видео. Хочется выходить в хорошем настроении. Дарить вам какой-то позитив. И, не знаю, вот действительно хочется быть всегда в хорошем приподнятом настроении. А с другой стороны я подумала, ну это же канал о нашей жизни. То есть я же какие-то вещи мне хочется с вами поделиться. О чем-то рассказать, что-то обсудить, услышать ваше мнение. Тем более я очень довольна, что у меня действительно зрелые, мудрые, умные зрители. Которые вот, ну безумно приятно мне читать в сообщении ваше. И почему вот не выйти и о чем-то с вами не пообщаться. Не обязательно хохотать или еще что-то. Просто вот так спокойный такой снять для вас мукбанг. Послушать какие-то, не знаю, ваши комментарии, ваши советы. По каким-то, вот я не знаю, моим размышлениям. То ли сказывается вот эта вот погода. В Нижнем Новгороде вообще жесть. Уже вторую неделю нулевая температура. Очень пасмурно, солнышка безумно не хватает. Я вторую неделю сижу дома. И вчера созванивалась с врачом. Мне сказали, что после положительного теста выписка только через 7 дней. То есть я почитала, в четверг я выписываюсь, в пятницу я выхожу на работу. То есть еще вот до четверга сидеть дома. Я ответственный человек, я никуда не выхожу, никуда не хожу. И, не знаю, уже как-то в субботу с Денисом тоже как-то встали, что-то тут вроде снять хочется и свадьбу болтать. Я вот не знаю, как это вот описать. Может быть, не то что состояние какой-то апатии, а вот действительно, может быть, нехватки какой-то движухи, какого-то драйва, может быть. И вообще вот хотела с вами пообсуждать на одну тему. На вас вот как-то сказалась вот эта пандемия. Мы тоже с Денисом общались на эту тему. И я поняла, что действительно для меня это какое-то, не знаю, переломное какое-то время, эта пандемия. То есть она вот у нас с какого года, не ошибиться, по-моему, с 20-го, мне кажется, года она началась. То есть нас всех отправили на удаленки. Я, кстати, год работала из дома на удаленке, без общения практически. Ну, я имею в виду по телефону. Действительно, как-то это сказалось. Поначалу, когда отправляют на удаленку, вообще какая-то стадия непринятия, как-то там коллектив. Тем более вот любил я очень свой коллектив, когда вот работала в автомобильной промышленности. То есть мы как бы продажами автомобилей, реализацией автомобилей занималась. У нас был маленький коллектив небольшой в кабинете. Такие все классные, отличные люди. И, как говорится, и посмеешься, и поработаешь, и поддержишь, и какие-то совместные мероприятия. То есть мне очень все нравилось. Вот, поэтому удаленка как-то для меня по первости была вообще очень-очень сильной. Я расстраивалась. Ну, потом человек к всему привыкает. Потом как бы уже и я начала привыкать. Но удаленка и удаленка. И даже и хорошо. И даже вот с утра не надо что-то там собираться, себя в порядок приводить. Встал, налила кофейку, включила компьютер и целый день сидишь за компьютером. То есть в таком режиме я работала год. В обед я могла себе позволить выйти куда-то до магазина. Но опять же, это даже и не прогулка, так, по каким-то делам. Вот. Ну, вечером немножко поработаешь. Точнее, вечером немножко погуляешь. Просто у нас так принято. Если человек находится на удаленке, и у него всегда доступ к удаленке к компьютеру, то работа практически получается нон-стоп. То есть, если ты, грубо говоря, работаешь там до петин, ты можешь задержаться по каким-то срочным вопросам. Но если ты работаешь дома, и, понятное дело, руководитель это понимает, ну, это действительно, это нон-стоп. То есть тебе могут и в 7, и в 8 задать вопросы. Или, допустим, сказать, ну, ты сходи по своим делам, приходи, вот надо это, это сделать, это доделать. То есть работа такая, не знаю, как ее назвать, суетная, немножко такая геморрная, безумно ответственная, безумно ответственная. И вот, как вот я думаю, и вот год отработав на удаленке, а потом, так уж вышел, что я перевелась немножко в другое подразделение, то есть я уже с выходом в офис. В любом случае работа такая сидячая. Сейчас в наше пандемийное время все конференции, все какие-то совещания, все проходят по скайпу, в наушниках, по гарнитуре. То есть бывают такие дни, что просто приходишь на работу, в обед сходишь до столовой, целый день ты находишься за рабочим местом, целый день. То есть это телефонные звонки, представляете, вот в 8 утра, в 12 сходишь до столовой, на 2 этажа спустишься, поешь, и до 5 продолжаешь работать. И иногда у меня случаются такие моменты, а вот видимо, когда погода еще нагнетает, и у меня какие-то случаются моменты, я начинаю вспоминать, как раньше было классно. Мне кажется, уже многие, не единственный я человек, мне кажется, очень многие вспоминают, как было раньше, когда можно было без проблем куда-то ходить, без проблем путешествовать, без проблем. Вообще без проблем делать многие вещи, скажем так, не буду перечислять. у меня сейчас так. Я точно не знаю, нашла ли я дело в своей жизни. У меня, кстати, пока тем зашла в комментариях, когда я показывала эти сумки всякие, из Казахстана, Ташкента, меня спросили, где работал папа. У нас с папой абсолютно одинаковые судьбы, абсолютно я пошла по его стопам, я уже рассказывала. Папа работал также, начинал с реализации автомобилей в страны дальнего зарубежья, то есть СНГ, ближние зарубежья. То есть он объездил практически все. Вот он рассказывал, на Мугубанке, вот тоже у нас там по узбекской кухне послушал, что он интересный, действительно, рассказчик. По-моему, он не был в Грузии и вот еще где-то. Точно не помню, не буду обманывать, точно не помню. Объездил он все, не по одному разу. Он занимался реализацией автомобиля, потом он также перевелся на реализацию запчастей. У меня ровно так же. То есть, как говорится, яблоня от яблони. Папа отработал всю жизнь в этой сфере. Я сошел на пенсию. Я иногда задумываюсь, хочу ли я заниматься этим всю жизнь, как и папа. Ну, как по СНГ работаю, я больше работаю по Российской Федерации, то есть реализации по России. То есть какие-то командировки выдаются, они такие вот недалеко. В основном, например, Владимир, Чебоксары, Рязань, то есть вот такие вот городочки я побывала. Так что вот, ребят, ну, поэтому повторюсь, не всегда на душе радостно, не всегда поют птички, бывают какие-то моменты, что задумываешься, правильно ли ты, не то, что даже живешь, правильно ты сделал свой выбор, правильно ли то, что... Я даже, честно, не знаю даже, как рассказать. Как-то хочется с вами поделиться. Действительно, очень много на эту тему я сейчас думаю. Работа действительно уносит очень много эмоциональных сил, очень много и стрессов, и нервотрепки. Даже давайте я вам по вчерашней ситуации расскажу. Я вчера очень долго не могла подключиться к удаленке, чтобы к ней подключиться. Мне программист сказал сносите с ноутбука антивирусник, потому что он блокирует у меня вас стоит, то есть он блокирует удаленный доступ. Ноутбук у нас новый, то есть он не дешевый, то есть мы покупали как игровой ноутбук. И как бы я тоже удалять антивирусник, извините, я там платила человеку, который мне приходил и все это устанавливал, и сейчас ради удаленки есть какой-то вирус или еще что-то, и кто мне это возместит. То есть очень много нервотрепки было, в результате меня постоянно подсоединяли по телефону на какие-то конференции, совещания. Тоже Денис вчера пришел, я спиной у стола, то есть я там вижу, он ходит, то есть не здрасте, ничего, даже повернуться не могу, потому что у меня идет конференция. Она закончилась, он меня так прям смиренно ждал, не уходил в душ, потому что он хотел меня поздравить, я просто захожу на кухне, лежит букетик, горький шоколад, я очень люблю горький шоколад, вот, и я уже в таком каком-то состоянии, голова чугунная, вот это вот все, ну, вот такие вот моменты, какие-то вот, знаете, как будто какие-то эмоциональные силы забирает. Я, наверное, больше даже не то, что человек творчества, я не знаю, в плане работы вот на дядю, вообще мое ли это, открывать какое-то свое дело, это настолько тоже, как бы, и вложение очень больших требует, и понимание, чем ты хочешь заниматься. Поэтому вот сейчас вот в каких-то вот, я вот в таких вот мыслях, Денис у меня тоже немножечко загруженный, я просто вот объясняю, если там на 1-2 что-то вот мы пропали, вот в воскресенье вечером, вчера тоже вот праздник, вроде хотелось что-то для вас снять, а в плохом настроении выходить в эфир, тем более в праздничный день, мы не захотели. Денис, еще какая-то слабость немного, я думаю, может быть, без температуры, может быть, как-то бессимптомно особо он переносит тоже омикрон, там с температурой умерем каждый день, температура нет, мама тоже у меня вот с такой слабостью, вот как вот такой, сельно бессильный, или действительно этот вирус новый, нет каких-то прям вот приливов жизненной энергии, его нет, и делаешь какие-то на автомате дела, а вот этого какого-то вот что-то вот, вообще вот пока вот напрочь отсутствует, я надеюсь, что это временное явление, я надеюсь, все наладит, все будет хорошо, скоро весна, скоро птички запоет, скоро будет теплая, наконец-то погода, не вот такая вот теплая зима, там один градус, я вообще такую зиму просто не признаю, а именно теплый, солнечный, чтобы уже ходить по асфальту, и по этому снежному месиву, ребят, у вас какая погода, напишите, пожалуйста, вообще погода, может влиять на настроение человека, мне тоже интересно, очень надеюсь, что пройдет скоро пандемия, все навальца, все будет хорошо, действительно, уже за два с лишним года, как я очень много статей читаю в интернете, очень много обращений к психиатрам, к психологам, действительно, настолько вот уже моральные силы у людей заканчиваются, у меня, как я опять же повторюсь по образованию психолог, у меня вообще очень интересные статьи такие читать, я вообще вот какие-то вот такие вот, которые исследования проводят, вот именно эту тему, то есть я очень много по этой тематике читаю, информация, подкосило нас это все, но сдаваться мы не будем, сейчас немножко капельку, прям чуть-чуть похандри, может быть погода наладится, и я думаю, что все будет замечательно, скоро удачный сезон, скоро опять эти выезды, когда вообще хандрит некогда, когда после работы ты там все в бахапку и бегом, куча дел, куча всего, то есть, надеюсь, все это временно, сейчас, время 7 утра, с 8 у меня рабочий день начинается, я думаю, что опять пойдут звонки и все, поэтому вышел с вами на связь, надеюсь, что в ближайшее время выйдем с Денисом, у нас там есть вопросы, я все записываю, я все помню, кому приветики передать, и так далее, мы, я думаю, все это сделаем с Денисом, я уже просто вышла к вам на радар, сказать, что все у нас нормально, просто вот такое вот, какое-то пока настроение, такой ленивый вкусный завтрак, очень ленивый и очень-очень вкусный, кто-то сейчас заметил, как это сочетается, как красиво, спасибо большое за внимание, может кто-то со мной позавтракал, может кто-то что-то мне напишет, по поводу, может немножко я сумбурно все рассказала, опять же повторю, что 6 утра и очень захотелось мы с вами выйти на связь, может быть напишите немножечко, конечно, если это не секрет, не все, конечно, публично любят о чем-то рассказывать, писать, как вы справляетесь с таким настроением, и вот больше всего мне интересно, напишите, вы нашли дело в своей жизни, вы довольны, чем вы занимаетесь, вы хотели бы, чтобы это дело, которым вы занимаетесь, которое приносит вам заработок, я не совсем про хобби имею в виду, а именно заработок, вы бы хотели этим заниматься, ну то есть всегда, то есть до конца жизни, вас это устраивает, вам приносит от работы какое-то удовольствие, вы действительно нашли себя, что самое главное, и живете счастливо, радуетесь, нет у вас вот таких вот загонов, очень будет интересно послушать. Ну все, ребят, всех целую, всех обнимаю с прошедшим праздником, днем влюбленных, я знаю, точнее я знаю, что многие этот праздник не признают, есть у нас свой праздник, я с этим абсолютно согласна, но получить букет, ну вот мужчины, такие мужчины, вот есть какой-то вот повод или что-то, вот они делают приятнее, в любом случае это очень приятно, поэтому я вас поздравляю с прошедшим праздником, добра, уюта, любви, комфорта, вот как всего-всего самого теплого, замечательного, живите, радуйтесь жизнью, а если все-таки на вас напала хандра, постарайтесь все-таки в это состояние очень глубоко не заходить, вытаскивайте себя, находите какое-то любимое дело, вот я сейчас с вами поболтала, настроение у меня получше, то есть даже какая-то вот у меня даже бодрость появилась, поэтому надо с вами частенько выходить на связь, общаться, надеюсь вам было немножко интересно, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, ссылочки закреплю, канал племянника, повторюсь, хотим все-таки попасть мы на передачу, и вот небольшое развитие канал нам для этого нужно, чтобы может быть нас кто-то где-то углядел, поэтому спасибо за поддержку, кто поддержал, кто не поддержал, поддержите пожалуйста, всем пока, всех целую.